Приветствую вас, Аноним. Я полагаю, что мой ответ, скорее всего, вы не оцените, потому что он направлен будет не на то, чтобы поступить мудро, потому что это прямой совет. Вот то, что вы пишете, уважаемые психологи, посоветуйте, как мудро поступить. Так вот, психологи не советуют. Мы, психологи, не советуем. Мы помогаем человеку разобраться лучше в себе, лучше себя понять, иногда окружающих лучше понять, но мы не советуем, потому что противном случае, чем мы будем отличаться от тех же, например, друзей или от тех же людей, не имеющих психологического образования. Поэтому мой ответ будет направлен не на то, чтобы вам что-то советовать, а вот и те коллеги, которые советуют вам, пусть это останется на их совести. А мой ответ будет нацелен на то, чтобы задавать вам некоторые вопросы, поуказывать вам на некоторые моменты, которые я, как специалист, в течетом своих знаний, практики и опыта, считаю важным здесь отметить. И я надеюсь, что это даст вам пище для размышлений, результатом которого будут какие-то ваши изменения, в том числе и по отношению к себе, и по отношению к вашему мужу, и по отношению к этой вот его бывшей жене. Итак, недавно я вышел замуж, пишите вы. Замущество это достаточно серьезный шаг и вопрос, который вам нужно себе задать, в первую очередь, это, принимаете ли вы своего мужа таким, как он есть мягкий, вот если вы выбираете человека себе мягкого, да, если вы выбираете себе мужья мягкого человека, вот если вы решаете связать свою жизнь с мягким человеком, то отдаете ли вы себе отсчет в том, чем это может обернуться, да, и какие негативные у этого есть стороны, то есть принимаете ли вы своего мужа полностью, это первое, второе, то есть что между вами общего, если между вами духовная связь, если между вами эмоциональная связь, что вас объединяет, и насколько крепко это самая связь. Муж до нашего союза общался с бывшей женой. Опять же, это абсолютно нормально. То есть, знаете, если люди взрослые, то я не вижу ничего плохого в том, чтобы общаться с бывшими партнерами. С другой стороны, с другой стороны, если общение, именно общение, именно взаимодействие, выходит за рамки дружеского, то это, конечно, необходимо как-то обсудить. Вы пишите, утверждают, что они дружат, подразумевая, что вы не особо-то верите этому. Общего у них ничего нет ни детей, ни имущества, да и я намекнул ему, что мне это неприятно. Но вот здесь вы перекладываете ответственность за то, что вам неприятно, на своего мужа. То есть, вам неприятно, вас это задевает, хотя ничего плохого не произошло, и вы перекладываете ответственность на мужа. Тем самым, вы заставляете его перестать общаться с тем, с кем он хочет общаться, на что вы, конечно, делать не можете. Более того, это не лишает проблем того, что вам неприятно. Проблему ревности или проблему страха того, что вас просят или что-то еще. Звонила она ему, он человек мягкий и боится обидеть. Но все же я считаю, что прошло должно оставаться просто. Думаю, со мной многие женщины согласились бы. Ну во-первых, причем для женщины, если вы обращаетесь к психологам. Во-вторых, есть ощущение, что вы пытаетесь как-то вот призвать себе на помощь других женщин, чтобы они вас поддержали. Такое ощущение, что вы в себе не уверены. И понятно, что если подобные неуверенности присутствуют, то она касается не того, что вы пишете про прошлое, а того, что касается личного. При мне они больше не созванивались. Хоть в ВГ и в соцсетях и друзей ее не удали, а должен. То есть как бы... Не кажется ли вам, что это нарушение, личный границ? Она, в свою очередь, выкладывает фото эротического содержания и вообще ведет себя, как мне кажется, непристойно. Ну, вы явно не тот человек, который может ее оценивать, да? А выкладывать фото, она может какого угодно характера, это ее дело. Вопрос в том, что вы не доверяете своему мужу. Это вопрос между... Это вопрос про доверие. Доверие между вами и вашим мужем. Вы ему не доверяете, из-за этого вам неспокойно. Проблема доверия, это проблема доверия в себе. То есть это невозможность опереться на себя, это невозможность положиться на себя и это необходимость опереться на другого человека. Я не веду социальную жизнь в интернете, мне стало любопытно и я увидел, что она их общие фото не удаляла. Но это точно называется опять же ревность в некоторой степени параной. То есть основание для паранойи есть, это в данном случае ваша невозможность положиться опереться на себя. Я не хочу портить отношения с мужем, показаться ему занудой или чрезмерно ревнивой, поставив себя в позиции снизу. Но я не хочу, чтобы она находилась в его контактах. Это чисто ваша проблема, мы здесь не при чем. Вам нужно эту проблему решить самостоятельно, поработав с ревностью, с вашими страхами, с опять же доверием. Ну и может быть с некоторыми еще моментами. Уважаемые психологи, посоветуйте как мудро поступить, дабы не испортить все, но избавиться от этой навязчивой дамы, которая названа. Ну как я в принципе уже сказал. Как только в голову он бредет или сделать так, чтобы он сам ее удалил без всяких вопросов. Ну это опять же вы здесь говорите про манипуляцию, то есть полное перекладывание ответственности на другого человека за ваши проблемы. Потому что ваш муж, он ничего плохого не делает. Как бы. То есть он никак не реагирует на нее, он ей не отвечает. Я имею в виду на ее след и так далее. Поймите пожалуйста, что вы оказались в треугольнике Кармана сейчас. Поисследуйте, что это такое самостоятельно. Вот. И глобально ваша проблема в том, что вы не берете ответственность на себя за то, что переживаете, за то, что чувствуете сами. Вот. Вы говорите, я не хочу показаться мужем занудой или ревнивой. Но вы уже ревнуете и вы уже занудничаете. То есть это что такого? Это неестественное поведение человека. Проблема доверия опять же. Да? Вот. Если вы недавно вышли замуж и у вас есть такая проблематика, что будет дальше? Знаете? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова